Не стреляйте без стрелы! Всем привет! Меня зовут Олег, вы на канале Beer Hunter и сегодня мы с вами снова поговорим про новенький арбалет Beer Hunter Doom Агрегатор. И не просто мы поговорим о нем, но мы постреляем из него и сделаем какие-то выводы с точки зрения эксплуатации. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, потому что будет много всего интересного и видео это тоже обязательно надо досмотреть до самого конца. На прошлой неделе вышло видео впервые про этот арбалет и уже в этом видео я готов ответить на некоторые вопросы, которые нам задали после первого видео. И в частности, можно ли стрелять из этого арбалета без магазина? То есть как обычным арбалетом заряжать стрелу и стрелять. Потому что магазин это отдельная часть, съемная, но при этом замок, к которому все крепится, вроде как старый. Но не совсем. Есть свои нюансы. Как хорошо иметь друзей владельцев тиром. Так что мы сейчас с вами поедем в тир, который находится в Москве, на водном стадионе к Сергею и проверим, можно ли стрелять из этого арбалета без магазина. Там такой дружный коллектив, все все время печеньки приносят, а я редко это делаю, поэтому сегодня я решил, что надо это сделать. Здравствуйте, в тир! Благодарю. Погнали. Погнали. Здравствуйте, в тире в тире в тире в тире в тире. Там вниз крутится, и он раздвигает их, то есть подбираешь под размер. Разбир чего? Дера относительно... Нет, директно. Чтоб они прижимались плотно. Так как ты клеишь, другие за 5 лет столько не наклеят, сколько ты за 2 месяца делаешь. Да я мало сейчас стал делать, я вижу. Да я как не приду, ты всегда. Да это вот товарищ попросил на Вичоку. Пожалуйста, ты каждый раз тебе говоришь. У некоторых наверняка возник вопрос, а можно ли из этого арбалета стрелять, как с обычного арбалета, снять этот магазин и заряжать по одной стреле? Теоретически это возможно. Вот я вам снял показать. Смотрите, тут в чем разница. На обычном арбалете... Сейчас мы приблизим. Смотрите, на обычном арбалете вот этот замок, он длинный. Здесь стоит планка вивера, и отсюда идет прижимная планка. Соответственно, как я уже говорил в первом ролике, для того, чтобы стрелы максимально близко падали к замку, тут вот эту часть просто ее сняли. Поэтому на данный момент, вот если просто снять этот магазин, то стрелять можно, то есть аккуратненько положить стрелу и выстрелить. В принципе, ничего ей не мешает. Хотя это тоже достаточно такая стрёмная история, потому что в момент выстрела стрела может подскочить от выстрела, от вибраций, и тетива благополучно пройдет под стрелой, будет холостой выстрел. Но вообще, я думаю, что в принципе это возможно сделать, и стрелять без магазина также можно. Вот в идеале, конечно, сюда поставить обычную планку вивера. Мне кажется, тут стандартный пасс, и поэтому сюда можно купить обычную планку вивера, ну и, соответственно, к ней как-то прикрутить прижимную планку, и можно будет просто выяснять магазин. Вместо магазина приделывая планку вивера и стреляйте. Давайте все-таки попробую это сделать. Заводим арбалет. Вот, смотрите, как замок фиксируется. Давайте, знаете что? Давайте я сейчас даже выстрелю, и мы снимем на супер замедленную камеру, как все это дело происходит, как у нас вылетает стрела. И попробуем еще раз. Намазали воском, потому что сейчас тот самый характерный запах первого выстрела, о котором мы недавно с Алексеем говорили, был. Поэтому вот тоже надо воском мазать. Короче, зарядили. Вставляем стрелу. Максимально близко ее двигаем. Так. Короче, у нас все как всегда. Где стрела, фиг знает. А вот, вот одна. Вот, вот, вот одна. И где-то там еще вторая есть. Что же теперь касается самого магазина. Он ставится достаточно просто, но он, к сожалению, не подойдет на обычный Doom Mini, потому что тут замок хоть и такой же, но без определенной части. То есть вот этот вот клюв, который на обычном арбалете, на который планка вивера крепится, на который прижимной язычок крепится, на этом магазине нет. Это, повторюсь, нужно для того, чтобы стрелы максимально близко падали к тетиве. Потому что если тетива будет проходить большое расстояние, то будет слишком большой удар до того, как она... Ну, то есть, понимаете, стрела вот здесь, стрела вот здесь, тетива отсюда начинает, она идет, разгоняется, и потом здесь уже, получается, она бьет по хвостовику, и хвостовик такого не выдерживает. Это вот как, знаете, в шкаф можно ударить. Если его резко ударить, то в шкафу будет дырка. А если вот так положить руку и медленно давить, то, собственно, мы сдвинем в шкаф. Вот тут примерно такая же история. Если резкий удар, то хвостовик не выдержит. Поэтому, к сожалению, на обычный Doom эту штуку поставить нельзя. Так, теперь давайте поставим магазин. Тут вот спереди есть как раз-таки специальные винтики, на которые крепится передняя часть этого магазина. А сзади здесь есть выступы под сам замок, для того, чтобы все четенько сидело. Именно вот про вот эти вот штуки я и говорил в прошлом видео, когда говорил, что замок спереди вроде как подходит на Doom или Торино, но вот есть свои небольшие нюансики. Это вот новый замок и, соответственно, крепление спереди. Значит, мы берем вот так вот его, вставляем сначала сзади и потом задвигаем все это дело назад. Все, вот оно встало, уже не болтается. Единственное, что нам остается, просто винтиками все дело зафиксировать. Давайте проведем небольшой краш-тест арбалета, выдержит ли он холостой. Для того, чтобы выстрелить из него без старелы, соответственно, нужно его взвести. Просто так это не сделано. То есть, если у вас вдруг кончатся стрелы, он не позволит себя взвести, потому что у него вот эта штучка, соответственно, на направляющей лежит и тетива упирается в нее. То есть, таким образом, просто дальше уже никак его не взвести. Значит, нам надо поднять и после этого можно взводить. Ау! Ну, на удивление выдержал и практически без потерь. Сейчас я вам покажу. Вот тут есть небольшие отметинки и, соответственно, чуть-чуть у нас досталось плечам, потому что после выстрела блоки начали чуть-чуть гулять и задели планку. Но ничего критичного в этом нет и поэтому сейчас мы продолжим дальше из этого арбалета. У нас есть еще один. Мы брали на всякий случай, вдруг что-то пойдет не так. Но я думаю, что мы возьмем прямо этот арбалет и с ним будем дальше развлекаться. Сейчас мы будем его пристреливать, отойдем на дистанцию и на нем, то есть, все дальнейшие видео будут вот именно с арбалетом, который уже пережил холостой выстрел. Давайте теперь поговорим про сам магазин, как запчасть. Это отлита из пластика деталька, на которой сразу у нас прицельная планка, на которую можно поставить прицел. Смотрите, как идеально по высоте оно все сочетается. Но тут есть небольшие нюансы. Первое – это то, как взводить арбалет, потому что оказалось, что не все тут так просто. Нельзя просто взять и запихнуть стрелы. Это нужно делать аккуратно, потому что, если мы стрелы будем все упирать в сторону магазина, вот так до конца вставлять, то, к сожалению, есть вероятность, что стрелы просто где-то застрянут и не выпадут. Поэтому, когда будете стрелять, ну, надо поглядывать на то, чтобы стрела выпала. То есть, на самом деле, вероятность того, что стрела не выпадет, она маленькая. Но все-таки тут вот эта пружинка не сказать, что суперсильная, которая прижимает стрелы, поэтому может такое быть, что стрелы у вас вниз не упадут. Так что будьте внимательны. И второй нюанс касается бродхедов. Тут есть, как я уже показывал, выемка под бродхеды. Но проблема в том, что если мы возьмем обычный бродхед, он же острый, если у вас стрела чуть-чуть вперед упрется и заденет пластик, то, соответственно, тоже будет печально, потому что, сами представляете, да, стрела у вас в раскорячку вот так встанет, вы выстрелите, и я, честно говоря, даже не хочу представлять, что может случиться. Хотя, может быть, если вы попросите, мы как-нибудь это даже проверим. Все-таки это интересно. И еще есть один вопрос. Это вот хватит ли вот этого отверстия для того, чтобы вылетел бродхед, потому что, ну, видите, какая-то тоненькая стрела у этого арбалета используется. Миллиметров 5 в диаметре. Поэтому давайте проверим. Ну что ж, давайте попробуем вставить стрелы. Как я уже говорил, тут все по пазам, все аккуратненько. Поэтому тут сложно, но все-таки можно как-то криво стрелу вставить. Но в целом это, конечно, сделать сложно. Сейчас мы пока будем пристреливать, заодно и посмотрим, насколько стабильная система работает. Я вам покажу, что ничего нигде не клинит. Все, по привычке я слезу в карман застреливать. Так. Ну что ж, погнали. Ой, что-то я перекрутил. Вообще, на самом деле, с магазином прям хочется забыть про все, в том числе про предохранитель. И вообще его больше не трогать. Просто перезарядил и сразу выстрелил. Перезарядил, и сразу выстрелил. То есть, мне кажется, тут даже, можно сказать, предохранитель на этом арбалете лишненький. У меня последняя стрела осталась, да? Да. Ой. Ну тут точно, кстати, не 120. Прям стопудовый, не 120. Ну вот, как раз 5 стрел мне хватило, чтобы пристрелять арбалет. Тут, на самом деле, есть один небольшой нюансик. Обычно на арбалетах мы себя привыкли. Мы вставляем стрелу прям за упор и туда. В данном арбалете, наоборот, стопор сделан спереди. Поэтому вы, когда вставляете, не нужно задвигать туда до конца стрелы. Вы их просто положили. И чем ближе она будет к кончикам, к стопору, тем будет лучше. Поэтому без фанатизма просто вкладываем сюда стрелки. И все. Это важный момент, на самом деле важный. Потому что, если вы ее стрелу до самого конца, туда вот, кстати, смотрите, оп, насколько она входит глубже, чем надо. Надо, чтобы она вот так была. Если вы все стрелы так вставите, то у вас стрела может просто зацепиться там и не упасть. И в данном случае механизм, который спасает вот эта вот штучка, она не спасет вас, потому что, как бы, будет стрела между этим механизмом и тетевой. А сейчас давайте я все-таки прикручу GoPro, наверное, чтобы вам было видно, что за раз все выстрелы у нас работают, что все хорошо. И отстреляем серию целый магазин. Ну и, да, и все. Опять у меня прическа, как у дурака. Ну и давайте поговорим про брутхеды. Влезают ли они вообще в этот арбалет и можно ли стрелять, потому что выемка в магазине-то есть, но может быть такое, как вот на Аспиды. Наверняка, знаете, такой арбалет. Там была проблема, что если ты берешь стрелу, которая чуть-чуть толще, вот металлическую, изначально с пластиковыми дротиками идет. Берешь металлическую и он уже не пролазит, там надо винты откручивать. Вот, собственно, всякое может быть, поэтому давайте я вам сейчас покажу, что с брутхедами стрелять можно. Вот это пока самодельная стрела с брутхедом, но заводские скоро появятся. На них, правда, не будет меняться наконечник, то есть какие будут, такие будут, но зато, повторюсь, магазин такая штука достаточно привередливая сама по себе. Не только это, а в принципе все. Поэтому чем меньше шансов накосячить есть у пользователя, тем, соответственно, лучше и надежнее безотказная система будет. Поэтому сейчас мы просто проверим. Пролезает ли вот такая вот, 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 значит он широкий, в принципе стандартный 516 наконечник, хотя даже пошире чуть-чуть в максимальной точке. Если он пролезет, то я думаю с другими проблем не будет. Ну, естественно, если вы не будете брать какие-нибудь стрелы с шестью, семью лезвиями. Обычный двухлезвийный наконечник. Вставляем. Теперь взводим. Здесь все выпало, все как надо. Ну, давайте посмотрим, куда она прилетит. По-моему, она попала в десятку. В общем-то, я думаю тут все понятно. Как в этом мультике смотрели Алеша Поповича как он поднимается меч и колпачок с меча такой. До этого был другой приклад, который был на Хараоне. Вот он мне не очень понравился, честно говоря. А вот этот он очень комфортный, он очень удобный, но вот есть такая штука, что его до конца нельзя задвигать. Как-то он не очень удачно сконструирован. Ну, и давайте вот смотрите, куда, куда я попал. Боже мой. Ладно, понятно, что это скорее совпадение, ибо я пристрелил под легкие самые стрелы вообще с другим весом, с другим балансом, с другим фоком, вообще с другими оперениями. Вообще все было другое, а тут вот попали примерно сюда. Ну, давайте сделаем вид, что это моя заслуга мастера. Что же касается приклада, то он мне понравился. Да, тут есть небольшой нюанс вот с этой маленькой штучкой, но в целом это очень удобный, очень эргономичный приклад. То есть, мы, ну, на максимум, если раздевнуть, вот мне с моим ростом 171, даже, немножечко великоват. Вот, видите, как там, говорят, должно быть удобно, но не складывается, поэтому мне надо на один поменьше, на сгиб, даже еще получается, вот, вот так, да. То есть, видите, да, согласен, нет, наверное, все-таки на один побольше. Короче, я к тому, что регулировок тут предостаточно по уровню приклада, по длине приклада. Ну, вот только до конца вы не сдвигайте, а то эта фитюлька у вас выпадет. А в остальном очень даже удобная вещь. Но, с другой стороны, для тех, кто ищет компактность, вариант с таким прикладом который раскладывается в полноценный, но больше никак не регулируется, то тоже это можно сделать. То есть, на тот арбалет поставить вот такой приклад без вот этой вот хреновины и так арбалет становится гораздо, гораздо меньше. Такие дела. Ну, что ж, друзья, надеюсь, это видео было полезным для вас, так что пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал и задавайте свои вопросы, на которые мы рано или поздно ответим. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok